МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Карантин продлен в Казахстане до 2 августа. Глава Минтруда и соцзащиты разъяснил, кто и когда начнет получать выплату в размере 42,5 тысяч тенге. В Западно-Казахстанской области уже более 4 тысяч человек заболели коронавирусной инфекцией. 3 тысячи из них выздоровели. В Уральске с начала года специалисты проверили дороги на 160 улицах. Соответствуют ли они всем нормам? Глава Минтруда и соцзащиты на онлайн-брифинге в СЦК разъяснил, кто и когда начнет получать выплату в размере 42,5 тысяч тенге. Биржан Нурымбетов сообщил, что выплаты президентского пособия будут осуществляться, как и в прошлый раз, из фонда госсоцстрахования. На выплаты могут претендовать те, кто потерял доход из-за введенного 6 июля режима карантина, который сегодня продлили до 2 августа. Это наемные работники, ИП и самозанятые. За наемных работников заявку должен будет подать работодатель. Остальные сами будут писать заявление. Минтруда, так же как и в период ЧП, поможет казахстанцам деньгами на продукты питания. В них нуждаются около миллиона казахстанцев. Выплаты адресной социальной помощи и подтверждение инвалидности на третий квартал года в Казахстане автоматически продлят, согласно уже имеющихся списков, так как срок подачи документов выпадает именно на период карантина. Органы сами продлят выплаты всем тем, кто уже их получает. А выплату в 42 500 тенге казахстанцам назначат на один карантинный месяц, всего лишь за июль. Схема выплаты и способ подачи заявки такой же, как и был в период ЧП. Вам надо просто подать заявку. Все-таки заявление, заявки подавать будет нужно. Мы направим вам СМС приблизительного содержания, что в прошлый раз вы получили успешно 42 500 по таким-то основаниям. Остаются ли в силе эти основания? Подтверждаете ли вы это? И согласны ли вы получить проактивную услугу, то есть без заявления назначить? Если вы ответите «да», то мы проработаем вопрос, чтобы вам без заявления назначить данную выплату и, соответственно, ее выплатить. По словам министра, многие предприятия продолжают работать. Строительные и промышленные компании и даже фирмы в сфере услуг и торговли работают. Проверить честность заявки на 42 500 тенге в связи с этим становится труднее, полагает чиновник. Поэтому Минтруда вводит новое правило, по которому наемный работник не может подать заявку самостоятельно. Сделать это сможет только работодатель. Как работодатель должен будет подать заявку на всех своих работников, которых он отправил в отпуск без сохранения зарплаты. При этом на портале будет удобный сервис, где он укажет все свои данные этого предприятия, укажет свои данные, укажет номера и даты приказов, по которым он отправлял в отпуск без сохранения, и внесет все данные по своим работникам. И вот эта вот предоставленная информация, он отвечает за ее достоверность, несет соответствующую ответственность. Правда, по мнению работодателей, это вопрос спорный, ведь у многих работодателей много наемных работников, и он физически не успеет подать заявку за каждого. Он может даже не знать о том, что у кого-то упали доходы. Напомним, ужесточенный режим карантина в Казахстане продлили до 2 августа. Всего в Казахстане выявлено более 61 тысячи случаев заражения КВИ. Боржанший Ахмед Ахмедер Ильясов, Столичное бюро ТДК-42. Все школьники, студенты вузов и колледжей в сентябре будут учиться дистанционно. Глава Казахстанского министерства образования на онлайн-брифинге в СЦК разъяснил детали. Пока дистанционное обучение – это лишь решение для начала учебного года. В дальнейшем, в зависимости от устойчивого снижения уровня заболеваемости населения, будет осуществляться постепенный переход школ к комбинированному и штатному форматам обучения с соблюдением санитарных требований. А пока Минздрав рекомендует продлить дистанционку в школах. По данным МОН, более 300 тысяч наших детей не имеют компьютеров. Также несколько сот тысяч наших детей не имеют подключения к интернету. Казахстан в плане дистанционного обучения значительно отстает от Европы и даже России. И дело не столько в количестве компьютеров на душу населения, сколько в умении у людей пользоваться гаджетами для получения онлайн-образования. Внезапный вынужденный переход в онлайн породил трудности не только у студентов, но и у преподавателей. Но министр здравоохранения Алексей Цой рекомендовал рассмотреть дистанционное обучение для всех классов организации среднего образования в первой четверти учебного года. Возобновление очного обучения в школах может привести к росту заболеваемости среди детей и передача инфекций вне школы, а также вовлечение детей, передача инфекций в обществе. Итак, новый учебный год для всех казахстанских школьников начнется в дистанционном формате с 1 по 11 класс, за исключением отдаленных сельских малокомплектных школ. Правда, по заявлению родителей, учащимся начальных классов при наличии условий предоставят возможность функционирования дежурных классов с соблюдением строгих санитарных мер. Первая четверть в казахстанских школах и вузах пройдет дистанционно. По истечении первой четверти главам он надеется, что санэпиднормы будут улучшаться и от этого зависит возобновление деятельности организации образования. Если будет снижение заболеваемости и Министерство здравоохранения соответствующее даст нам сведения, то мы будем переходить уже к следующему этапу, к следующему варианту обучения, который говорит о чем? О том, что в первую очередь первые и пятые классы организации образования будут переходить на такой штатный режим. Аймагамбетов заявил, что вузы и колледжи Казахстана также начнут учебный год в дистанционном формате. Все занятия будут проходить удаленно, но для первокурсников и выпускников будет доступна практика в обычном режиме. Чиновник отметил, что колледжи в отдаленных селах вполне могут вести обучение в традиционном режиме, но при условии благоприятной эпид-обстановки. Министр добавил, что по некоторым профессиям может вестись обучение по-старому. Однако чиновник не пояснил, о каких именно специальностях идет речь. И главное, чиновника спросили, не снизят ли цены вузы, ведь онлайн всегда дешевле. Но министр почему-то встал на сторону богатых ректоров, а не на сторону бедных студентов. При дистанционном обучении, к сожалению, в настоящее время мы это видим, расходы организации высшего возлеузовского образования не снижаются. Почему? Во-первых, потому что они также содержат все эти здания, потому что через определенное время мы полагаем, что все-таки студенты вернутся и будут обучаться в традиционном режиме. Во-вторых, заработная плата всех педагогов также сохраняется, эти педагоги также преподают. Кроме того, абитуриенты, желающие поступить на грант, пожаловались министру образования на трудности, которые возникают со сбором документов из-за пандемии. Выпускники школ говорят, что им приходится рисковать здоровьем, чтобы оформить нужные справки. Министр пояснил, что документы не отменяются, но эти справки можно будет донести потом, когда ситуация стабилизируется. Боржан Шехмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Вопрос сбора и переработки мусора поднимается не первый год, однако многие моменты остаются нерешенными до сих пор, несмотря на принимаемые меры как правительством, так и экологами. Недостаточное количество мусора, перерабатывающих заводов и полигонов, а также низкие тарифы не позволяют проводить должную работу. Все свалки образуются благодаря самому населению. Убирать за собой его нужно, приучать со школьной скамьи, уверены в Минэкологии. Этот дурно пахнущий вопрос волнует многих и по всему миру. Где живут люди, там непременно найдется мусор. Как бы ни призывали сортировать его, следить за порядком в населенных пунктах, все равно в ежедневном режиме появляются целые горы отходов. Более чем на трех тысячах полигонов накоплено свыше 125 миллионов тонн. Ежегодно образуется порядка пяти миллионов тонн твердобытовых отходов, а доля переработки его выросла с 11,5% в 2018 году до 15% в 2019 году. И этого недостаточно, говорят в Минэкологии. 82% из 3300 полигонов не соответствуют экологическим и санитарным нормам. Соответствует 601 полигон. Соответствует требованиям полигона в Нур-Султане, Шимкенте и Жамбылской области. В этой связи просим Акиматы провести следующее. Первое. Привести в соответствие экологическим требованиям полигона ТБО. Второе. Определить эксплуатирующую организацию и улучшить материально-техническую оснащенность с привлечением инструментов ГЧП либо частных инвестиций. Третье. Принять соответствующие меры по строительству новых полигонов, где это необходимо. Годами не решается вопрос растущего количества стихийных свалок. В рамках космомониторинга выявлено уже более 7,5 тысяч свалок во всех регионах. Минэкологии совместно с Экиматами разработал планы по их ликвидации и с этим вышел на заседание правительства сегодня. Прошу поручить Экиматам в месячный срок ликвидировать незаконные свалки. Кроме того, необходимо максимально не допустить появления новых стихийных свалок. Для этого предлагаем проводить общественные рейды и придавать огласке выявленные факты. Вместе с тем, для системного решения вопроса в новом экологическом кодексе предусмотрены меры по обязательному установлению GPS-датчиков на мусоровывозящем транспорте. А еще из-за низких тарифов вывоза мусора обрабатывающей отрасли является непривлекательной для инвесторов. Сейчас ведется активная работа в этом направлении с потенциальными инвесторами. Из новшеств еще то, что детям хотят преподавать основы экологического образования. Ведь как не принимать законы, положения, какие бы ни вводили штрафы за мусор, пока мы осознанно не начнем за собой убирать и сортировать отходы. Далеко мы не продвинемся, уверены специалисты. Новости региона. В Западно-Казахстанской области уже более 4 тысяч человек заболели коронавирусной инфекцией. 3 тысячи из них выздоровели. Об этом сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг. В последнее время резко выросла нагрузка на медицинских работников. Из-за роста пациентов они работают, не покладая рук. Темп прироста заболеваемости по-прежнему составляет около 3%. Усиление карантинных мер позволило несколько стабилизировать ситуацию по распространению коронавируса. Но до полной победы над коварной болезнью еще далеко. Во всех районах области есть зараженный COVID-19. Только за две недели июля заболели порядка полутора тысяч жителей региона. Распространению болезни не могут помешать ни жара под 40 градусов, ни строгий карантин. 666 человек выявлено активно как контактные. При обращении выявлено 651 пациента. В ходе проведенного прово-овследования 79 пациентов. А с целью эпиденадзора 60 человек. Возле морга инфекционной больницы в последний путь провожают еще одного западноказахстанца, скончавшегося от коронавирусной инфекции. Машина с телом едет на кладбище вместе с полицейскими и сотрудниками санитарной службы. Похоронная бригада не снимает костюмы и маски в 40-градусную жару. Спецодежда и оборудование постоянно обрабатываются дезинфекционными средствами. У моей подруги умерла мама от COVID-19. У школьной подруги. И нам пришлось, естественно, здесь находиться с 8 утра и примерно где-то до 12 часов дня. Работа у людей очень напряженная. Очень напряженная. Они работают сутками. И вот эта отгрузка людей, уже трупов, происходила с 8 утра. И до 12 мы забирали последний, увозили на наше кладбище. Это для сердца даже тяжело. Постоянно находиться в костюме. И вот, знаете, это как АЗК. Вот эта вот такая маска, которая закрывает все. Отметим, что сейчас в области ожидается приезд российских специалистов. Также в инфекционные стационары придут работать учащиеся медицинского колледжа. Из морга Центра судебной экспертизы в Уральске вывезли для захоронения два невостребованных тела. Об этом сообщили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Здесь отметили, что в этом году было выделено полтора миллиона тенгена захоронения лиц без определенного места жительства. Этим по договору занимаются сотрудники ритуальной службы АОТАЛАП. Напомним, что 13 июля родственники погибшего на реке Урал мужчины пожаловались, что им не отдают тело для захоронения. В морге отметили, что у них сломалось холодильное оборудование, где хранились два невостребованных родственниками тела. Из-за этого в морге был сильный запах. Перед тем, как забрать трупы безродных, они должны были предоставить документы, справки и заявки в АОТАЛАП. То есть процедура у нас такая, алгоритм действия такой. Без справки, без соответствующих документов АОТАЛАП не имеет права забирать трупы. Сейчас у нас один часок дня. Трупы сейчас заберут до обеда. Но есть претензии со стороны АОТАЛАП. Они в Центре судно-медицинской области еще не предоставили документы. Несносный дом. В уральские жители аварийного барака до сих пор живут во временных квартирах. На месте их ветхого жилья после обрушения крыши планировали построить пятиэтажку. Но планы до сих пор так и остались планами. Люди вынуждены платить за аренду коммунальных квартир и услуги. А демонтаж старого дома даже не начат. Под крышей чужого дома Вера Сапункова живет уже с прошлой зимы. Женщина говорит, что сразу после чрезвычайного происшествия к их дому было приковано внимание властей. Но затем интерес к проблемам людей иссяк. Жители переселили в поселок Зачиганск, выдав им арендные коммунальные квартиры. Жилье хорошее. Двухкомнатная благоустроенная квартира, комнаты большие, кухня большая, балкон. Мы платим почти восемь тысяч аренда и плюс коммунальные услуги. Но это зато не свое вкладывать. Ну да, да, да. Это все. Платим за то, что мы там живем. Это не свое, естественно. Ремонт мы не делаем, потому что нам пока не разрешают. Даже стенку кухонную нельзя поставить. Ну, дырки сделать в стенах. Кайрат Айтимов рассказал, что в момент обрушения крыши его дома не было. Но семья пожилого мужчины была в шоке. В доме после случившегося демонтировали все электросети. Но стены и крыша до сих пор на месте. Там как гостиничный комплекс. Там ничего нельзя делать. И арендный срок у нас, как говорится, закончился там. Мы не знаем, когда нас выпустили-то или что. Хотя это тоже... Квартира у нас служебная была, как служебная. Ордер нам дали, все. И Аким вроде раньше, когда Алтай-Кульгин был, он обещал. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства обещали решить вопрос с возведением нового пятиэтажного дома еще весной. Задержка произошла из-за соседей, которые не хотят дешево продавать свои частные дома. В данном моменте у нас ведутся работы по выдаче разрешения на строительство дома на этой территории. Так как по земельному кодексу имеются некоторые нюансы по территории, по... как сказать... Именно по территории, на которой будет находиться этот дом. Ну, мы считаем, что до конца лета мы решим этот вопрос и приступим к работе. По плану планируется застройка дома на пять этажей. С начала реализации программы «Ветхое жилье» по методу ГЧП в областном центре было снесено 17 аварийных домов, где проживали 179 семей. На их месте уже построено и сдано в эксплуатацию 6 многоэтажек. 84 семьи стали новоселами. Напомню, что в доме по адресу улицы Мухита, 124,2, рухнула крыша под тяжестью снега. ЧП случилось ранним утром 8 февраля 2019 года. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР Александр Грабарев, ТДК-42. Очень много жалоб уступает от автолюбителей на качество дорог. И они не безосновательные. Ведь порой только что построенные дороги разрушаются. С начала года специалисты из числа депутатов, сотрудников ЖКХ, Центра качества дорожных активов и активистов проверили дороги на 160 улицах Уральска. Соответствуют ли они всем нормам, расскажет наш корреспондент. Наши дороги – это больная тема, особенно для автомобилистов. Конечно, у нас огромная разница с Западом, как в подходе, так и в технологиях строительства или ремонта дорог. И ведь понятно, на кого нужно равняться. Но есть причины, по которой нельзя использовать технологии строительства и ремонта дорог, такие как за рубежом. Это климат. Он разный. Поэтому у нас своя технология, за рубежом своя. В основном допускаются ошибки, когда укладывается асфальт уже на первых этапах. Самая главная проблема, что работа не соответствует проектно-сметной документации. Наша выездная лаборатория выявляет все нарушения, затем мы отправляем заказчику, а те уже подрядчику. Надо отметить, что все замечания они устраняют. Проблема качества дорог уже давно стала темой обсуждения номер один среди казахстанских автолюбителей. Известно, что ежегодно из бюджета на автодорожную отрасль выделяются значительные суммы финансовых средств, направленные на ремонт и строительство дорог. И средства успешно осваиваются подрядными организациями. Но винить только подрядчиков в плохом качестве тоже нельзя. В процессе укладки асфальта обязательно должны присутствовать и специалисты технодзора, и представители заказчика. В нашей лаборатории мы проверяем именно качество самого асфальта. Смотрим, как он выдерживает температуру зимой и летом. По городу в этом году мы выявили 58 нарушений в качестве дорожного полотна. Ну а власти подрядчиков просят только об одном – чтобы все было сделано качественно. Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. Мы работаем для вас. А вы ради своей же безопасности оставайтесь дома. До встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена бутиком Купер. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»